Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня гость нашей студии, гость рубрики «Серьезный разговор» глава муниципального образования городской округа Хинский Александр Михайлович Шкрабалюк. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня вновь в нашей студии. Сразу для телезрителей скажу, что мы сначала озвучим такие вопросы общего порядка, касающиеся в целом жизни, деятельности нашего округа, и потом мы перейдем непосредственно к тем вопросам, которые поступили от вас. Вопросов поступило достаточно много. Ну давайте начнем с вопроса следующего прохождения отопительного периода. Ну, можно сказать, совсем недавно, да, вот мы вошли, относительно недавно вошли в отопительный период этого года. На сегодняшний день, как он, на ваш взгляд, проходит? Все ли в пределах нормативных показателей? Происходят ли какие-то сбои в системе теплоснабжения? Добрый вечер, уважаемые жители. Да, действительно, стартовал отопительный сезон. В конце сентября мы приступили к заполнению, подключению. Все бы началось как бы неплохо, но была у нас одна авария. Авария на тепловых сетях, принадлежащих хинской ТЭЦ. Не могли долго определить, где находится. Есть уклон местности, труба большого диаметра, порядка 630 мм. Но, тем не менее, нашли, сделали. Мы все были озадачены этой проблемой, все принимали участие, помогли нам частные предприниматели техникой. И, как говорится, всем миром мы бросились на эту аварию и в течение суток устранили. И были определенные моменты по подключению некоторых домов. Не по подключению, а по заполнению. Коль где не было жильцов, воздух все-таки подкачали, в систему попал немного и надо было спустить. Тем не менее, в течение суток аварии устранили и теплоснабжение подключили. Больше значительных аварий не было. И начало топить на периоды, как уже ранее говорили, было сопряжено с кражей запорной ароматуры, вентилей. На внутридомовых сетях тоже оперативно решили. Собрали антитеррористическую комиссию, пригласили управляющую компанию, руководители экстренно закупили. Нашли уже сахалинские, доставили и в течение 10 дней все заменили. Все дома, ряд, который у нас был без теплоснабжения, запустили. На сегодня отопительный период проходит в штатном режиме, проблем у нас нет. Подпитка сетей порядка 5 тонн в час. Плановая в зимний период у нас порядка 43, 34-43. То есть сети в нормальном состоянии, те ремонтные работы, которые мы на сетях производили, они сейчас о себе дают знать, как результат это вот подпитка. Параметры теплоснабжения на плюс 2 сегодня. Утром 63, обратная была 47, они выдерживаются градус в градус. ТЭЦ работает как положено, вопросов нет. Но у некоторых жителей сразу есть заявление, трогают дома радиаторы отопительные. И говорят, что вроде бы как плохо топят, и поэтому дома прохладно. Но на улице плюс, и это главная причина. Иохинская ТЭЦ сдает по графику. И людям кажется, что отопления недостаточно. Это в действительности не так, вот как раз по этой причине. Как только температура атмосферного воздуха будет охлаждаться, носитель будет увеличивать. И ежели что-то меняться с отоплением в квартирах не будут, есть отдел ЖКХ, туда пусть обращаются. Но прежде чем в отдел ЖКХ, есть своя управляющая компания. РОВС, телефон 255-46-45-205. И они примут меры. Ежели на обращение граждан населения в службе не реагируют, хотя от этого далек, значит, обращаются в отдел ЖКХ. И мы экстренно будем принимать меры. Но вот на сегодня по теплу, сводку утром давали, значит, заявка. По теплу 46 заявок. Это в целом только по городу осталось, значит, которые в РОСе существуют, которые надо обслужить в динамике. Каждый день я за этим ревностно слежу, мы отслеживаем. И на 2-5 заявок каждый день у нас заявки эти в динамике, они уменьшаются. По воде их чуть-чуть побольше, ясно. Но, тем не менее, динамика хорошая, они снижаются. И задачу такую поставил, что в ближайшее время практически их ликвидировать нельзя. Каждый день 10-12 поступает. Подбираем они от разной степени сложности, эти заявки. Но, тем не менее, общая динамика у нас, они идут на снижение. В целом, отопительный период у нас проходит тоже в норме. Ну и надеемся, что он пройдет у нас благополучно, также будет завершен. Возможно, какие-то аварии, повторюсь, мы не боги. Возможно, прохождение циклонов, какие-то, возможно, техногенные будут. Но достаточно сил, средств, материалов, ремонтных бригад, аварийных служб. Будут, будем ликвидировать. Не будем мы там ждать чего-то. Оперативно будем приступать, есть и таковые будут. Мы ничего не исключаем. Мы ко всему готовы и трагедии с этой не делаем. Хотя, в целом, очень здорово подготовились. Из года в год мы лучше отопительный период проходим. Параметры все в норме. Опасений каких-то у нас нет. В целом, все нормально. Ситуация с долгами потребителей за коммунальные услуги. Сотни миллионов рублей она достигает. Понятно, эти средства изымаются из коммунальной сферы. Они могли бы здесь у нас отыграть. Могли бы мы ситуацию серьезным образом улучшить. Но задолженность остается. Эта задолженность остается равно как населению, так и предприятиям организации. Допустим, за услуги газоснабжения. На сегодняшний день какая задолженность существует и какие предпринимаются меры для ее ликвидации? Задолженность за потребленные коммунальные услуги населением в городском округе – это порядка 200 миллионов рублей. Буквально там не надо цифры точные, да и это ни к чему не интересно. Общий процент собираемости за предоставленные коммунальные услуги по муниципальному образованию составляет порядка 85-86 по целым. В целом по области, по Сахалинской, это свыше 90%, даже 95% по области. Но у нас картина реальная, мы говорим как есть, мы никого в заблуждение не вводим, от этого никому не легче. Значит, 85-86%, в последнее время мы 2-3% подтянули. Если взять в целом, что касается коммунальных услуг, такая картина. И долг порядка за жилищно-коммунальные услуги, я сказал, 200 миллионов рублей. Муниципальное, унитарное предприятие, жилищно-коммунальное хозяйство, на сегодня просроченное в этом предприятии, которое обслуживает села городского округа. Депиторское задолженность оселения, они у нас работают с 1 января 2011 года, уже составляет свыше 20 миллионов рублей. И, значит, самый плохой процент собираемости, это по Некрасовке, они даже до 60% не дотягивают. Это места компактного проживания коренных малочисленных народностей Севера. Тем не менее, вот платят они не очень-то хорошо, есть проблемы. Коль скоро население не платит, это значит, в свою очередь, муниципальное унитарное предприятие, МУП ЖКХ, не вовремя рассчитывается заработной платой, не платит налоги, не рассчитывается газ, и запотребленный ресурс электроэнергии и газ, значит, имеется задолженностью предприятия, ситуация в предприятии тяжелая. Мы им помогаем, ситуацию мониторим, держим на контроле, но тем не менее сложно. И на первом месте с конца у нас как раз это вот село Некрасовка, ситуация получше в Тунгоре, Москалево-Восточной под 80%, ну а в городе в целом процентов 85% за коммунальные услуги. Ведется большая претензионная исковая работа, сразу хочу придать население, те, кто раньше не платил, а предприятия у нас уходят в банкротство. И, значит, сложилось такое мнение устойчивого населения, что 3-4 года предприятие обанкротилось, и можно не платить. И как бы не то, что призывать другим, подают дурной пример. Всю задолженность, всю задолженность за коммунальные услуги в предприятиях, которые у нас ранее были, это вода питьевая, 2-3-4, выкупило коллекторское агентство, и они ее будут заискивать. Независимо от того, трехгодичная она просроченная, непросроченная, но с населения будут заискивать. То есть всех призываю к тому, что вовремя ее плачивать и не копить. Кроме того, что за пользование чужими денежными средствами, как они считают, они тоже неустойку граждан будут заискивать. На сегодня они находятся в муниципальном образовании, и вот сейчас, в ближайшее время, начнут эту работу. И эти деньги пойдут, осталась невыплаченная часть заработной платы в этих предприятиях на погашение налоги. То есть кредиторская заложность должна быть погашена. Ну, соответственно, и часть пойдет на вознаграждение этому коллекторскому агентству. Что касается жилищных услуг нашей управляющей компании в городе управдома 1, 2, 3, 4, 5, 6, там порядка 90%, даже в некоторых 92 до 95% доходит. За жилищные услуги получше население платят. Причина еще предстоит разобраться, в чем дело. Но, тем не менее, там ситуация получше. И напомню, что наши управляющие компании, которые представляют жилищные услуги, это содержание жилья и текущий ремонт, который производят. Значит, они у нас на рынке работают, по большому счету, с 2005 года. И ливийная доля задолженности населения, вот как раз 200 миллионов, это долги населения за жилищные услуги с 2005 года. За коммунальные услуги поменьше, потому что мы к учету идем только все действующие предприятия. А те, которые у нас с нового года ушли в банкротство, по городу мы говорим о них, значит, ту задолженность мы в расчет пока не берем и нигде официально не показываем. А в целом за жилищные и коммунальные услуги по муниципальному образованию порядка 200 миллионов рублей. Это огромные деньги. Если бы население 100% платило, это, конечно, мы ремонт дополнительный бы сделали. Ремонтировали жилищный фонд, сети есть, что еще ремонтировать. То есть не было бы долгов по заработной плате, по налогам и за ресурсы полностью рассчитались. Но это в идее так не бывает, но в любом случае мы к этому стремимся, чтобы у нас был порядок и не было долгов. Ну а в целом, как я насколько понимаю, процент собираемости у нас сейчас в последние периоды, последние годы он растет. То есть мы сейчас 200 миллионов, мы сейчас берем, в общем, в целом это просроченная задолженность за какие-то прошлые периоды. Но в целом ситуация, если мы говорим по проценту собираемости, она у нас, ну, по крайней мере, динамика положительная или тут я не прав? Да, ну и так, и не так. Почему получается? Да, вроде бы у нас раньше мы за 200 уходили, почти уже по 300 была у нас задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. И вдруг она стала 200. Предприятие, которое шли в банкротство, мы ее убрали за баланс, ее в отчетах нет, она у нас не идет. Это вот главная причина, почему она стала меньше. Но ежегодно за жилищно-коммунальные услуги, ежемесячно мы делаем прирост дебиторской задолженности, это правда, так и есть, порядка 5 миллионов рублей по муниципальному образованию. То есть если мы возьмем за 100 определенный платеж, а платят 85, хотим мы или не хотим, 15% у нас идет в дебиторку к населению. В эту строчку мы плюсуем. То есть можно говорить, что это хорошая собираемость только при 100%, да? Вот это можно назвать хорошей собираемостью, даже 90% это не есть хорошее, потому что 10% все равно не добирают. Совершенно верно. И как правило вот эти 10%, 5% есть за счет прибыли предприятий, ориентабельность закладывают, тариф однозначно. И вот здесь как-то они выходят, 5-6% не более этого. Вот 95% предприятий выходят с нулевой, с нулевым балансом выходят, как бы концы концами сводят, у них более-менее нормально. И жили 85% все, у них пошли убытки, пошли убытки, на бумаге они начислили, показали, вроде бы как у них и есть начисление, должна быть выручка, но ее-то в первый день нет, она начисленная, но они эти деньги не собирают совершенно верно. Это вот такая ситуация имеет место быть. С началом отопительного периода вновь возникают вопросы по тарифам, ну в частности тарифы на отопление. Как они формировались в этом году, какой был подход к их формированию? Понятное дело, что сейчас муниципалитет формированием тарифов не занимается, но тем не менее я понимаю прекрасно, что какая-то вся информация и вы владеете. Как формировались тарифы на год 13-й, что нам ожидать в следующем году? Ну 13-й год по всей видимости он уже никому не интересен, мы недели уже наступали, сразу 14-й год. Есть постановление правительства, президент на это Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обращал внимание, значит тарифы с 1 января повышаться не будут. То есть принято, мы это уже прошли, год отработали, с 1 июля один раз в год будут повышаться тарифы на коммунальные услуги. Что было жителям ясно, кто не знает, это водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, газоснабжение. Вот это коммунальные услуги с 1 июля 2014 года. С 1 января повышения на коммунальные услуги не будет. Значит действительно на сегодня регулировкой этих тарифов занимается региональная энергетическая комиссия города Южесахалинска РЭК. Сокращенно материалы сейчас все наши коммунальные компании найти, кто предоставляет услуги предоставили в РЭК. И они сейчас там их делают ревизию, смотрят, проводят техническую экспертизу и проводят экономическую экспертизу. Правильно ли включены все статьи затратов, а нет ли там завышенных каких-то статей расходов. Делают ревизию и к новому году выдадут заключение. Пока говорить какие не будут прежде времени с 1 июля 2014 года, потому что сейчас проходит работа, досылают какие-то материалы коммунальные, предприятия работают. Но у них задача стоит не разогнать эти тарифы. Рост 4-6% возможен, но не более того, больше никто не позволит и за этим четко следят. Это что касается коммунальных услуг. Что касается жилищных услуг, содержания и ремонта жилья, то здесь это полномочия общего собрания собственников жилья, самих жителей многоквартирного дома. Они должны раз в год собраться. С повесткой управляющая компания выходит с проектом. По содержанию жилья перечень работ будет стоить столько-то, столько-то и текущий ремонт. Это значит все осмотры по дому, что надо сделать, кровля, фасады, либо что-то еще, прилегающая территория. И выходят на голосование жильцам. Мы в этом участие принимаем только в той части, что есть муниципальное жилье, порядка 20-30% в зависимости какой дом. И не более того, и мы как жители примут решение, мы будем солидарны. Тем более у нас не блокирующий пакет, ни по одному дому нет. Мы проголосуем так, как считают собственники, то есть жители. Кто имеет приватизированное жилье, либо в собственности купил. Но, значит, что касается города Ахи, мы повысили в апреле месяце, большая работа была проведена. Резонанс был общественный, что это не правомочно было сделано, но тем не менее прокуратура проверяла, посмотрела. Некоторые были там огрехи, мы их устранили, сделали, а в целом все мы сделали правильно. Еще раз обращаясь к населению, значит, размер тарифа, это ваша компетенция, вы решаете. Есть управляющая компания, собирайте общее собрание, вам дает предложение управляющая компания и решайте, какой у вас будет тариф. Это ваше право по закону, так требует жилищное законодательство. Ежели вы такое решение не принятие, ни в форме заочного, ни очного голосования, тогда закон, органы местного управления, администрацию наделяет нас этими поломочиями, чтобы мы установили такой тариф. И мы к этому не стремимся, и нам это абсолютно не надо, ни для чего нам есть чем заниматься. Но ежели жители в этом не хотят участвовать, за них тогда кто-то делает другой, но тогда пусть будут готовы не задавать нам вопросы и не говорить, а почему так случилось. Значит, в апреле было последнее повышение по жилищному кодексу, не более чем один раз в год можно изменять. До апреля месяца управляющая компания тоже самое, тариф менять не будут. Ближе к апрелю, возможно пораньше, они выйдут с предложением. Один из вариантов к собственникам жилых помещений в многоквартирном доме об установлении тарифа. Но по моей информации они выходить не будут, то что они в том году отрегулировали, тариф достаточный, и нет никаких оснований. И мы к этому тоже будем призывать, управляющие компании, хотя мы не имеем на это право, будем им рекомендовать, чтобы в 2014 году тариф они не повышали, потому что у нас было хорошее уже повышение, достаточно. На население и так большое бремя, нагрузка огромная на бюджет нашего населения. И абсолютно мы солидарно будем с населением, мы будем выступать, просить управляющих компаний, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2014 году они не поднимали, оставили на уровне. Если у них будет желание снизить управляющие компании, мы поддержим двумя руками, но повышать мы будем против. Ну еще продолжение коммунальной темы. Относительно недавно население избавилось от двойных квитанций, то есть вот эта постоянная путаница, которая возникала. Ну хорошо эта работа была проведена, но теперь следующий этап, когда население, ну или возможно ли, что мы будем получать единую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, чтобы нам не ходить в банк, в коммунальное предприятие с пачкой квитанции, чтобы у нас была какая-то одна единая квитанция. Это возможно? Да, хорошая идея, везде есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы хорошо, это значит принцип одного окна, пришел, заплатил единая квитанция за все жилищные и за все коммунальные услуги. И это экономия времени, и вообще очень как бы и удобно. Но есть обратная сторона медали, что касается расчетно-кассового центра. В любом случае будет какой-то персонал, в любом случае будет персонал, и все затраты на его содержание, они автоматически отойдут на выпуск, на сборы, на содержание квитанции. Плюс к этим платежам, что население платит, еще будет какая-то дельта по бюджету. И чем больше город, больше населения, тем меньше это составляющие. Ах, а не такой большой город, значит это мы вот на вскидку говорим, что будет. Но жители скажут, как-то считают, очень интересно. А то, что вот эти службы были в предприятиях, кто квитанцию пускают, они бы сократили, и эти затраты дали туда. Но поверьте на слово, в этих коммунальных предприятиях люди, контролеры, кто занимается, бухгалтера сидят. Им все равно надо будет заниматься претензионно-исковой работой. Они никуда не уйдут, они затраты не сократят. Но тем затратам, которые есть, значит, добавится еще расчетно-кассовый центр. Значит, ясно, что у них будут зарплаты, надо им покупать бумагу, надо им платить налоги, надо им платить за свет, за тепло, какое-то будет здание. Все равно дополнительные затраты. Но надо посмотреть, сколько это будет. Есть вопрос, да, была предвыборная кампания, пока не досуг был. Но, тем не менее, было поручение президента с этим разобраться. Еще два года назад федеральное наше правительство документы необходимые, нормативные не разработало. И вот буквально, наверное, два месяца назад было письмо федеральной антимонополненной службы. С чего бы вдруг расчетно-кассовый центр? Там надо проводить это все процедуры на конкурсной основе. И какой-то один расчетно-кассовый центр взимать с населения не имеет права. Вот должно быть их несколько, должны процедуры закупок, кто эту услугу будет предоставлять. И генеральная прокуратура как бы давала рекомендации антимонопольной службе, чтобы они занялись этой работой и проверили. Вот о чем я изначально говорил, что не все там прозрачно, будут затраты и все остальное. И мы в свое время от этого ушли. Расчетно-кассовый центр, они будут получать зарплату, какую-то долю будут иметь с квитанцией. Но кроме непосредственно тех, кто предоставляет эту коммунальную услугу, больше по большому счету никому не интересно. Кровно никто не заинтересован в сборе и в начислении, в корректном, нормальном услуг, коммунальных услуг и в сборе в том числе. Мы в свое время, в 2000-х годах в начале проходили, значит хотели отдать в управляющую компанию, это по закону так. То есть все платежи должны собираться, есть управляющая компания, она принимает тепло, она принимает на границе балансовой принадлежности по прибору учета, принимает газ, принимает тепло, принимает воду. И потом с ресурсоснабжающими организациями рассчитывается. Но там тоже палка о двух концах, значит управляющая компания, вернее ресурсоснабжающая организация, вот поставили газ, она отдает по счету фактуре 100%, сколько поставили, это правильно. Но население 85% собирает, а коммунальная компания затребует с управляющей 100% оплаты. Но если население не платит и взыскать невозможно, это прямой путь к банкротству управляющей компании. И вот смотрели, со всех сторон подходили к этому вопросу, пока вот оставили именно так. Но я не говорю, что мы к этому вопросу не вернемся, будем работать, есть здравый смысл в расчетно-кассовых центрах. Я думаю, мы к этому вопросу вернемся, дам поручение жилищно-коммунальному хозяйству. И мы в этом вопросе поработаем, и если там есть какое-то рациональное зерно и плюсы будут превалировать над минусами, мы все-таки расчетно-кассовый центр этим делаем, хотя это лицензируемый орган, должна быть лицензия на все эти операции и прочее, прочее. Там не все так просто, как кажется, на первый взгляд. На днях депутатам городского собрания проходила комиссия, раздали проект бюджета на 2014 год. Но порядок цифр в стартовом бюджете 2014 года, он, конечно, не может не радовать глаз. Так ли на самом деле все хорошо, Александр Михайлович? Вот понятное дело, что бюджет он еще будет приниматься, мы еще пока, депутаты, мы до него еще не дошли, мы за него еще пока не голосовали. Но пока те предварительные цифры, какие нам дают, какой будет бюджет у нас с 2014 года, предполагается? Бюджет 2014 года, да, действительно, на первый взгляд, кажется, он у нас практически в два раза и больше от первоначального, который был в 2013 году. В 2013 году, для сравнения, первоначальный бюджет, который приняли, был миллиард 137 миллионов. Это и собственная наша налоговая, неналоговая субсидия, субвенция областного бюджета, и незначительная часть, совсем это наш федеральный бюджет. Итак, миллиард 137 миллионов. Бюджет 2014 года 2 миллиарда 286,5 миллионов рублей. Практически в два раза он у нас больше. Но мы 2013 год начинали миллиард 137, а заканчиваем мы 2 миллиарда 149. Это в основном не наши собственные доходы, это деньги, которые нам область. При поступлении дополнительных доходов в бюджет Сахалинской области, есть хотелки у всех, надо сделать то, надо ремонтировать то, они нам добавляли, добавляли. И мы в принципе все равно вышли на тот бюджет. Собственно, наши доходы в бюджете в 2013 году не были 477, а в этом году на 2014 год будут 581. Казалось бы, рост. Но у нас в этом году есть такое новшество, дорожный фонд, 83 миллиона рублей. То есть раньше нам эти деньги целевым шли с областного бюджета, 100% мы их получали. Сейчас сделали дорожные фонды, туда отдали транспортный налог, акции на нефтепродукты, упрощенная система налогообложения. И вот получается у нас порядка свыше 83 миллионов рублей. И ровно практически настолько мы подросли против того года по собственным доходам. Если мы берем этот дорожный фонд, они нам собственные дали, то мы практически остались на индекс дефляторов 480-490 миллионов рублей. И значительного роста в местном бюджете у нас нет. Все, что идет с областного бюджета, это, как правило, зарплата бюджетникам, бюджетная сфера педагогии. Со следующего года это будет уже и дошкольное образование педагогии, зарплата уйдет. И плюс строительство идет, жилищно-коммунальное хозяйство, капитальные ремонты, реконструкция водонасосной станции озера Медвежье. Это будет строительство очистных сооружений. И вот такой бюджет у нас как бы большой получается. Но по большому счету он остался на уровне. Мы заканчиваем ровно с таким бюджетом, какой у нас будет первоначально. Но первоначально был миллиард 137, а на следующий год мы уже сразу имеем, знаем, что у нас эти расходы в бюджете учтены. Но это, я так думаю, он тоже не окончательный. Будут дополнительные доходы, будут поправляться. И я думаю, он у нас будет увеличиваться. Но учитывая, если стартовый бюджет был миллиард 137, то мы и могли запланировать те или иные даже благоустроительные, ремонтные работы только в рамках этой суммы. И потом уже в течение года выполнение работы, ввелась там переписка, работали, увеличите нам финансирование и так далее. Сейчас нам уже стартовый бюджет уже сразу позволяет, ну, наверное, уже в большем объеме заложить те же самые там, ну, там, ремонт и реконструкция дорог, там, замену теплотрассы. То есть объемы у нас уже изначально, мы их, они же больше у нас будут. Конечно, они есть, объемы больше, но это в основном у нас объемы увеличились. Еще раз скажу, это будет Ахинская ТЭЦ, вернее, водонасосная станция «Озеро Медвежье». 175 миллионов, это областные деньги, мы в программе участвуем, очистные сооружения и все, что с этим связано. А примерно на благоустройство, на содержание и прочее, деньги остались на порядок, плюс индекс дефлятор, те же самые. И то есть больше у нас ничего нету. Мы все равно к этому пришли, к тому бюджету сейчас за 2 миллиарда в конце года. Но мы сейчас можем все это делать не просить, а уже планомерно в этом работать. Нам денег на благоустройство не добавляли, как было в первоначальном бюджете, так и не остались. В основном нам добавляли на жилищно-коммунальное хозяйство и все, что вот с этим связано, с ремонтом и прочее, прочее, прочее. А вот основные статьи расходов зарплата, значит повышение зарплаты, в том числе это деньги были областного бюджета на повышение предусмотрены. И чего-то революционного в нашем бюджете абсолютно ничего нет и значительных повышений, дополнительных средств у нас нет. Кроме того, новшество Дорожный фонд, о котором говорил 83 миллиона рублей, значит мы получали субсидии, он к нам приходил гарантированно 100%. Сейчас нам эти полномочия дали, транспортный налог, значит таксы за нефтепродукты и упрощенная система налогообложения. Их еще предстоит нам собрать. То есть если раньше это были 100%, то сейчас их надо сначала собрать, а потом уже их как бы и делать. То есть проводить работу, чтобы получить эти деньги. Да, 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 то есть есть там определенные счеты обременения, не все так просто. Но в целом нормальный бюджет, хотелось бы, чтобы больше было денег, все сделать здесь и сейчас, за один раз хочется прямо. Но не все так просто. Что есть, то есть. Не так давно в очередной раз был в управлении образования и видел вот эти большие очереди мам, пап с детьми, которые приходят, записываются, стоят в очереди, пишут заявления, отмечаются. Очередь идет, речь об очереди в детские сады. Когда мы уже от этих очередей избавимся? Ну, когда мы введем в эксплуатацию новое учреждение дошкольное? Когда у нас вновь в строй вернется детский сад номер 8 «Буратино», что нам позволит этих очередь, если не ликвидировать полностью, то сократить? Ну, немного предысторует. К сожалению, не все здания, а часть зданий детских садов, в том числе в городском округе Хинский, в свое время были приватизированы и проданы. Это первопричина. На фоне демографического кризиса 90-х годов проблема остро не ощущалась. Но мы начинаем потихонечку влазить с этой ямы, и на сегодня эта проблема стоит остро. Значит, дефицит мест дошкольного учреждения. Что мы в этом направлении сделаем? Планируем в декабре месяце ввести новый сад на 200 мест, разгрузим на 2014 год еще строительство одного в эксплуатацию на 200 мест бывшей вечерней школы по улице Карла Маркса. И в селе Тунгор на 2015 год школу с группой на 50 метров дошкольного образования. Что касается восьмого сада Буратино, то с понедельника он начинает функционировать и начнет принимать, распахнет свои двери и начнет принимать у нас детишек. Вот буквально уже с этого понедельника ремонтные работы там завершены. И с понедельника они будут принимать постановление на этот счет уже мной подписано и поручения даны. И детский сад там совсем штрихи последние, все приводит в соответствие и в понедельник будут принять детей. Ну что касается вообще самих зданий, помещений дошкольного образования, мы знаем, большая проводится работа, но в бюджетной сфере. Учреждения здравоохранения ремонтные работы проводились и проводятся до сих пор. В школы проводилось сейсмоукрепление, да? Но дошкольники, вот не помню, когда последний раз проводились какие-то масштабные работы, фасады зданий протекают, здания находятся в очень плохом ветхом состоянии. В следующем году, знаю, собираются за счет областного бюджета ставить пластиковые окна в дошкольных учреждениях, но ставить пластиковые окна в те стены, которые продуваются со всех сторон. Ну, наверное, может какая-то логика в этом есть, но это не решение проблемы. Вот есть ли какое-то видение, как мы вот эту проблему содержания учреждений дошкольного образования, мы сможем ее как-то решить? Да, проблема действительно существует, и не сейсмоустойчивые сады, ряд садов не сейсмоустойчивые, часть будет выводиться с эксплуатации, но это в перспективе 18-17 год. Вот часть на сейсмоукрепление будет поставлена, но тем не менее ранее, вот еще буквально 5 лет назад о тех деньгах, о тех работах даже не приходилось мечтать. На сегодня вот Буратино сделали, начинали буквально 7 миллионов, закончили уже практически 50 миллионов, сделали, да, фасад не успели, но тем не менее кровля сделана, к фасаду вернемся и будем потихонечку детские сады ремонтировать. Но раньше, если на все управление образования выделялись копейки, то в этом году уже по большому счету десятки миллионов и будем ремонтировать. За один день, за один год сделать просто невозможно. Вот мы имеем то, что имеем, лихие 90-е годы, 2000-е начало, практически вообще ничего не делалось. То есть детские сады работали, здания потихонечку у нас приходили в негодность, был износ, но ремонтных никаких работ не проводилось. Сейчас, слава Богу, что эта тенденция переломлена, приступили к ремонту. И я думаю, со временем года потребуется для того, чтобы нам подремонтировать, привести в соответствие. Но власть здесь не бездействует, мы работаем, встречаемся, заседание правительства, Министерства образования, говорим, какие деньги, программы разрабатываем. В областном бюджете тоже на эти цели деньги заложены. Депутаты живо интересуются дошкольным образованием, будут выделять, будут дополнительные доходы в областной бюджет, будут нам выделять эти деньги, будем ремонтировать. Но и строительство садов, вот двух сказал, три в школе, еще в Тунгоре будет, тоже как-то будет решать проблему. И повторю еще, что после того, как мы ведем еще по Карломарску на следующий год детский сад на 200 метров, у нас практически, не практически очередь полностью, 100% будет ликвидирована, у нас очереди не будет. 400 мест ведем, и я так думаю, все, очередь у нас исчезнет. Дай Бог, чтобы была хорошая демография, заражали больше, да, появилось, но я так думаю, там мы уже этот вопрос отрегулируем. Но динамика хорошая, демография, начинаем с этой ямы потихонечку уползать. Ну вот еще последний вопрос из такой вводной, вступительной части по строительству. Ну, постоянно этот вопрос звучит, он звучит не только, понятно, в нашей студии, часто этот вопрос, он постоянно находится на контроле администрации области, с нас требуют квадратных метров активизировать работы, жилищное строительство должно вестись. До конца года, ну, тут времени осталось совсем немного, до конца года, какие квадратные метры, объемы мы все-таки сможем еще закрыть? Сможем закрыть, значит, план наш был, напомню, 10200 квадратных метров жилья, значит, по результатам первого полугодия мы сдали 4203. В Аниве планируем, до Новотроицком я выезжал сам на строительную площадку, смотрел, два дома сдали, этого нам надо будет 5 подахинцев, а на всей строительной площадке, если мне память не изменяет, их 12 по разным программам, туда, там строят и будут переселять людей. Значит, дома будут завершены, строительство, еще порядка 5000 в Аниве для наших жителей, это 110 приватизированное жилье, 108 приватизированное и 10 это муниципальное жилье, планируем конец января, февраля людей, мы туда будем уже переселять то, что мы работали по первому этапу, и планируем до конца года, значит, строительная площадка номер 3 в районе, в районе центр занятости, ближе туда примыкает, литер номер 7, 18 квартир, еще сдать это 1180 квадратов. Есть у нас определенные опасения, что строительная компания Амур не сдадут его вовремя, но мы будем подстраховываться, значит, труд Сахалин, 24-квартирный дом, задача, мы им поставили, вернее, задачу им поставили до конца года сдать, кто вперед. Но планируем все-таки в планах у нас 18 квартир, но если они нас подведут, строительная компания Амур, мы, значит, будем вводить труд Сахалин, он тоже, есть определенные моменты, но вот два варианта мы в резерве держим, и тем самым 10 200 мы введем. У нас большой задел на следующий год, на строительной площадке, где Трус Сахалин строит, значит, 4 дома строим, есть один, и в этом году введем, 3 остается, 24, строительная компания Амур, 5 домов, значит, вводит Сахалин, Морнефтемонтаж, наша пресловутая вторая строительная площадка, 18-квартирный дом, будем строить, и в ближайшее время объявим аукцион, 3, либо 4 дома, 18-квартирных, по улице Охотская, строительная площадка, изыскание провели, тоже объявим. Кроме того, для сведения жителей, Комсомольская, 14, дробь 1, Карла Маркса, 32, дробь 1, дома старые планировки вводим, эксплуатации людей, переселяем, на этом месте встречались мы с заместителем председателя правительства, Ивашова Елена Пантелеевна, вот буквально моя последняя командировка, еще неделя не прошла, значит, приняли решение, Трус Сахалин готовит проект 5-этажных домов, чтобы они были сейсмоустойчивы на 9 баллов, пройдут они экспертизу в Москве, и на 15-й год будем планировать рекультивацию этих домов, и на месте этих домов строить 5-этажки, это у нас такие планы, пока мы так думаем, получится или нет, покажет время, но мы думаем, учитывая дефицит земельных участков, площадей строительных, все-таки на месте этого микрорайона целиком поставить 5-этажные дома сейсмоустойчивые, нормальные, это, во-первых, дефицит земли сразу как-то снимет у нас, и проблему решать, на чем масштабно строить, и всю площадку застраивать, и как-то будет решение у нас по, дома, которые подвержены болезни трясениями, имеют дефицит земельных стойкостей, чтобы жители размещали, а весь 14-й год мы будем строить, за исключением дома, который идет по второй строительной площадке, Сахалин-Морд-Невти-Монтаж и Труд Сахалин, все пойдут строительство, будем строить для людей, которые у нас Чехова, Дамир, и по улице Блюхера ветхое аварийное жилье, будем их в эти дома в первую очередь переселять, а в 15-м году уже вернемся опять к сейсмике, на чем строить 5-этажные дома, если у нас все пойдет своим чередом, никаких проблем особых не будет, эти вопросы мы с заместителем председателя правительства Сахалинской области вошел и согласовали. Так, ну что ж, уважаемые телезрители, теперь перейдем к тем вопросам, которые поступили от вас, сразу хочу сказать, что многие вопросы, они, во-первых, адресные, есть конкретные адреса, ваши телефоны, вопросы касаются, ну там, каких-то проблем, непосредственно касающихся вашего двора, благоустройства, в силу того, что вопросов достаточно много, может быть, я и не буду их озвучивать здесь у нас в эфире, но поверьте, все эти вопросы, они, во-первых, есть у Александра Михайловича, какие-то поступили дополнительно, мы их передадим, и по каждому из ваших, из тех проблем, которые вы обозначали, будет проведена работа. Но я сделаю акцент на вопросах, которые, ну, такие достаточно общие. Тамара Александровна Лебедева интересуется, какая работа ведется в отношении бродячих собак? Бродячие собаки уже не единожды. Я выступал, говорил, была наша предвыборная программа, говорили, действительно, мы наделили этими полномочиями специализированной организацией муниципального унитарного предприятия АХА Автотранс, они занимаются, мы им приобрели оборудование, передали, передали снотворные вещества для отлова, приобрели, и все необходимое оборудование, плюс передали им, значит, вольеры для содержания собак, и они этим занимаются. Есть деньги в областном бюджете, это порядка 191 тысячи, добавили там 200 с небольшим, и они этой работой занимаются. Буквально недавно смотрел отчет, за октябрь месяц 30 собак они отловили. В любом случае они собак предоставляют в ветеринарную службу, осматривает ветеринарный врач и дают заключение. Есть болезни общие для человека, для животных, значит, эвтаназия. Если таковых нет, значит, производят либо кастрацию, либо стерилизацию в зависимости от пола собак, и выпускают в естественную среду, никто их, как писали и в интернет, и в газете, что отвозят их в лес и там выбрасывают. Где их взяли, в ту же среду и обратно выпускают. Но это не говорит о том, что у собаки тут же пропала агрессивность, хотя, говорят, так и есть, и пропали зубы, она кусать не будет. Не суть важна, какая она собака, важно то, что она напугает ребенка, не дай бог покусает какие-то последствия. И общество-то разделилось гуманно, это не гуманно. Но вот многие говорят, что первично все-таки люди, дети, и не должно быть у нас покусанных детей, покусанных жителей. И многие обвиняют в жестокости, мупах, автотранс, ловцов, те, которые производят, отлавливают. Но не надо судить. Не надо судить, они должны заниматься своей работой. Потому что очень много обращений было в администрацию граждан. На встречах говорили, когда вы разберетесь с бездонными собаками. Но я хочу всем жителям напомнить, бездомные собаки, они не с неба свалились. Это проблема общая наша. Мы взяли щеночка, кутеночка какого-то, ребеночку поиграться, он подрос, вырос, барбос большой стал, а он нам не угоден. Мы его на улицу пнули, и до свидания. И власти должны эту проблему решать. Вот мы ее и решаем. Есть проблема, и мы ее должны решать. Мы решаем. Оставьте этот вопрос тем специалистам, которые этим должны заниматься. Есть люди, которые хотели бы содержать питомник по безнадзорным животным на общественных началах. Но я за двумя руками, пожалуйста, в бюджете на это денег нет. Нам есть чем заниматься. Ремонтировать школы, чистить дороги, уличное освещение, придомовая территория, благоустройство. Когда будем жить хорошо, все будет у нас прекрасно. Давайте создадим питомник, если не против совместно с депутатами, если одобрите. Но если выбор ставит, куда нам миллион на 2-3 потратить, на благоустройство, на питание детям или содержать безнадзорных животных. Я думаю, все будут едины. Все-таки нам этим надо заниматься. Если жители хотят, есть общественная инициатива, мы их поддержим. Давайте питомник, земельный участок дадим. Что-то где-то подсказать, как делается консультация, мы поможем. Пожалуйста, занимайтесь. Критиковать всегда было удобно. Владимир Георгиевич, Дзержинского, 37, групп 1. Живут они в этом доме уже 40 лет. За это время ни разу не делался капитальный ремонт дома. Ссылаются на то, что нет денег. Ну, там, коммунальные управляющие организации. Заявление на ремонт писали неоднократно. За коммунальные услуги платят регулярно. Куда идут эти деньги? Можно ли все-таки в этом доме, Дзержинского, 37, групп 1, его капитально отремонтировать? Да, значит, Владимир Георгиевич, Дзержинского, 37, групп 1. Куда идут деньги за коммунальные услуги? Значит, есть вода, ресурсы, коммунальные услуги, электроэнергия, составляющие все затраты, которые идут, туда идут. Вот вы за воду плачете. И капитальному ремонту ни содержание жилья, ни текущий ремонт жилья, тем более коммунальные услуги, никакого отношения не имеют. Это просто человек немного заблуждается, надо здесь ему прояснить ситуацию. Что касается капитального ремонта. Согласно жилищного кодекса, значит, администрация сдает социальное жилье нанимателям. Мы обязаны за найм с людей взимать деньги. Мы этого не делаем. Хотя областные структуры нас и правительство федеральное заставляет, чтобы мы ввели плату за капитальный ремонт. Бремя, нагрузка на заселение, коммунальные услуги, содержание жилья. И так, непомерно высокое. И еще вводить капитальный ремонт, мы вот просто, я лично категорически против. Но, тем не менее, на областном уровне уже создается оператор. Хотим и не хотим, они заставят нас это делать, взимать плату на капитальный ремонт. На единицу квадратной, на единицу площади, квадратный метр, все-таки такую плату придется вводить. Рубль будет или два, будут данные рекомендации. Но мы пока противимся, пытаемся это все отодвинуть. Но нам за 2014 год, дай бог, чтобы мы ушли, нас заставят все равно делать. Деньги будут аккумулироваться на отдельных счетах и будут направляться на ремонт, значит, многоквартирных жилых домов. Но, значит, кроме того, программа комплексный капитальный ремонт, Дзержинска, 18 дом, все жители видят, или они на 50 дробь 1. В этом году, как раз по программе комплексный капитальный ремонт, 95% это деньги фонда на капитальный ремонт, а 5% это деньги собственников. И если это приватизированное жилье, то это собственник квартиры, а если это муниципальное жилье, то мы 5% муниципалитет платим. Если они пытаются участвовать в Дзержинске, 37 дробь 1, надо посмотреть, он у нас не идет под снос, под расселение. Если он таковой, то и, значит, говорить об этом не стоит. А если есть, они выходят на общее собрание собственников жилья, предложение в управляющую компанию, они выходят на нас. Мы участвуем в конкурсном отборе в области, если жители готовы платить 5%, этот дом ремонтируем. Повторюсь, если дом не призван ветхим, аварийным и не подлежит расселению. В какой-то степени инициатива участия в этой программе, она должна быть еще и от населения. Да, но больше инициативы идет как раз на сегодня от управляющих компаний. Они выходят, жильцами говорят, вот давайте у вас дом, они смотрят, где люди более-менее платят. А население за свою управляющую компанию имеет право работать и требовать, давай управляющая компания, давай мы наш дом подадим в программу комплексов капитального ремонта. Поэтому Владимиру Георгиевичу следует также со управляющей компанией обратиться и как-то этот вопрос выяснить. Совершенно верно. Управляющая компания для жителей, но не жители для управляющей компании, значит права, наверное, свои не знают. Они обязаны и держать отчет перед жителями, выходить с предложением и прочее, прочее, отчитываться за те деньги, которые население платит. И ничего в этом зазорного нет. Владимир Георгиевич пусть инициирует собрание, пусть ставит этот вопрос, проголосует, подготовит управляющая компания, я большему уверен не против, подготовит сметный расчет. Что это будет сделать, дадут нам, администрация отработает, выйдем на конкурсный отбор и там как у нас получится. Значит выиграем отбор, значит дом ремонтируем. Есть еще один вариант, как я сказал, это будет, деньги будут аккумулироваться по капитальному ремонту, если плату ведут за наем, если это не наем приватизированный, тогда будет плата за квадратный метр. Сейчас решают вопрос, где эти деньги будут аккумулироваться, на отдельном счете, либо у какого-то регионального оператора для того, чтобы делать. Но пока прорабатывают, об этом прежде времени, и население, думаю, его пугать не стоит. Но тем не менее, вот такие работы ведутся, надо быть к этому тоже готовым. Это перспектива. Наталья Евгеньевна Королева, 50 лет октября, 25 дробь 8. Почему тарифы на теплоэнергию в двухэтажных домах такие высокие? Начальник энергосбыта в актуальном интервью мотивировала это тем, что для нагрева домов необходимо больше теплоносителя. Но у нас дома каменные, теплые. Почему такая несправедливость, интересуется Наталья Евгеньевна. Наталья Евгеньевна, действительно выступал начальник энергосбыта, она вам сказала здесь чистую правду, тратится. Есть постановление правительства 2008 года. Есть расчет, есть формула. Никто там ничего не придумает. Есть формула. Поставили исходные данные, посчитали. И вот по группе домов выходит, что двухэтажные есть. Не единожды проверяла прокуратура. Была жилищная инспекция, смотрели все. Мы сделали законно. И на одном из заседаний правительства Сахалинской области губернатор Александр Вадимович Хорошаин поставил вопрос. Ну, вроде бы ясно. Давайте предложение Министерству энергетики жал. Посчитайте, посмотрите, какая там дельта, чтобы у нас он был единый, чтобы жители не отличались. Мало того, что действительно может быть где-то там что-то холодно, дома ветхие, старые. Мы платим больше, мало того, что мерзим. А вот новые дома построили, комфортные, все нормально, энергоэффективные, значит, платят меньше, платят меньше, энергии меньше, потребляют и живут как бы хорошо. А люди перед кем и как виноваты, что вроде бы мерзнуты, еще и платят больше. То есть надо сделать, значит, единый, чтобы и такое он поручение дал. Это не наша компетенция, значит, но мы можем скомпенсировать, доусредненного сделать. Но это при условии, если источник финансирования. Глава может написать постановление, сделать, это были копейки. Это были копейки. И если сейчас к этому вернуться, тогда нужен источник, мы четко должны определиться. Сессия районособрания, есть депутаты. Давайте предложение говорить, вот мы давайте заберем питание детское, либо заберем там откуда угодно содержание другого органа местного управления. Вот такая сумма денег нужна. И отдадим ее на компенсацию жителям. В районном собрании сидят депутаты, которых избрал народ. Давайте предложение будем рассматривать. Но, значит, есть бюджет единый, ни больше, ни меньше. Если где-то мы добавим, где-то мы должны забрать. Давайте будем решать, у нас где забирать. Социалка, заработная плата, культура. Найдем, найдем с кого. Я думаю, не найдем. Либо, я думаю, самый лучший вариант все-таки министерство энергетики даст предложение. А когда это ожидать? Вот люди, понятное дело, мы ожидаем этих предложений от министерства, на уровне правительства области. Но люди вот каждый месяц ходят за свои двухэтажные деревянные дома, платят больше за тепло. И когда я ждать, когда вот это решение может быть принято? Хорошо, давайте будет следующий у нас серьезный разговор в декабре месяце. Мы этот вопрос, значит, заберем туда. И, значит, у меня еще 2-3 командировки будет уже в Сахалинск в течение месяца. Я плотно поработаю с этим вопросом и жителям дам ответ. Если скажу с 1 января или с 1 декабря, в заблуждение никого вводить не хочу. Просто пока ответ не готов, надо поработать, уточнить и информацию до населения я доведу. Галина Петровна Иванова интересуется, почему плату за детский сад теперь нужно вносить только через банк? При этом оплачивается стоимость квитанции, услуг банка и так далее. То есть, вот этот порядок оплаты каким-то образом можно поправить? Но все это делается не просто кому-то на ум так пришло так сделать. Есть какие-то нормативные документы, поэтому делается. Я не думаю, что там вот кому-то взбрело в голову и решили брать только через банк по квитанции. Квитанции платные, хотим мы этого или не хотим. На изготовление квитанции тратится бумага, люди и прочие-прочие, кто их изготавливает, какая-то оргтехника. Но давайте разберусь. Но я так думаю, вот именно так и другого быть не может. По-другому как хотели, чтобы пришли наличностью, заплатили. Ну, уходит весь мир сегодня от наличных денег, пытаются работать вот именно через банки, чтобы не было проблем и удобно рассчитаться. А кому-то удобно, а кому-то нет. Но от наличного оборота, по большому счету, весь мир уже уходит. Хорошо, давайте этот вопрос заберем, разберемся и ответим. Адрес есть? Ну, вот адреса, к сожалению, не оставила, но он такой, вопрос, понятное дело, он общий. Кстати, насчет оплаты и коммунальных, и других услуг. Да, вот мы, Александр Михайлович говорит, уходим от оплаты наличными. Просто поделиться опытом, насколько удобно платить через интернет, Сбербанк онлайн, тот же кабинет свой. То есть, не выходя из дома или офиса, можно за 10 минут совершить все операции, платить весь круг каких-то коммунальных платежей, не надо никуда ходить, стоять в очередях и так далее. То есть, ну, на самом деле сейчас, ну, все делается, идет к тому, и упрощаются эти процедуры. Ими просто надо немножко научиться, попробовать, и это все достаточно удобно. Люди старшего возраста, кто есть определенные, значит, пока проблемы, кто-то не освоил компьютер, либо что-то еще есть. Ну, есть внуки, дети, пусть помогут, а у кого-то нет, но, тем не менее, на сегодня вот эти неудобства есть, и, тем не менее, от этого пока никуда не уйти, это издержки. Антонина Ильинична Жихрева ставит сразу ряд таких острых вопросов. Летом был репортаж о Бахинском рыбзаводе. Обещали завалить город рыбой. Где рыба, интересуется Антонина Ильинична? Где рыба, значит, летом действительно у нас рыба была, по 40 рублей продавали за штуку горбуша, и дважды или трижды вывозили киту, значит, ну, достаточно, я думаю, все население, рыбы обеспечили всех. Ежели на сегодня рыба в продаже есть, она есть и в торговом, не от нашего рыбозавода продают, значит, рыба есть абсолютно, точно знаю, кита и горбуша свежемороженая. Что касается рыбозавода АХ по рыбе, вопрос надо отработать, если есть потребность, но она уже по 40 рублей не будет, коль скоро там есть затраты, по рыбе была охлажденная, холодильные установки, содержание, и если есть рынок, я думаю, предприятие АХ не всю ее отправило, всю продало, что-то у них должно быть на складе. Давайте мы этот вопрос отработаем, какая цена, но самое главное, для жителей будет важно, сколько будет стоить, это первично. Кто-то впрок заготовил, кто-то нет, хотелось бы, чтобы всегда была мороженая на прилавках, она есть, но по всей видимости цена кусается. Давайте этот вопрос тоже отработаем и ответ дадим, посмотрим, что там приемлемо. Я не думаю, что АХ с ее оборотами, ему будет что-то сильно там обременительно для того, чтобы продавать. Есть ли у него для этого точка оборудования, есть ли место надо посмотреть и есть ли продукция в наличии. Если есть такие пожелания у населения, почему бы не, давайте отработаем, вопрос этот возьмем и отработаем. И население то же самое уведомим. Ну а в целом, Александр Михайлович, помимо непосредственно самой замороженной рыбы, продукции рыбопереработки. Вот допустим, осенью, в конце лета этого года, отец у меня в Беларуси живет, попросил, говорит, Никита, передай мне икры, ахинской икры. Ну понятное дело, передавать туда пластиковые или стеклянные контейнеры было очень сложно везти. Хотел найти вот баночку, закатанную баночку нашего ахинского производства. Смог найти только, по-моему, корсаковские вот такие вот, которые продаются. Та же самая икра, продукция какой-то рыбопереработки, понятное дело, что она, ну, наверное, я так думаю, предполагает, должна стоить меньше, чем привезенная из других районов Сахалина. Она в каком-то масштабном объеме может появиться у нас на наших прилавках, вот чтобы это было именно ахинская, не просто мороженая рыба, а вот какие-то продукции переработки. Ну, по переработке, что касается глубокой переработки, кроме рыбы, значит, заморозки пока ничего нет в АХ, икра действительно, вы сказали, банку раскатывает, она есть, надо посмотреть. Действительно, с корсаков везет, она должна быть подороже, но вот это мое мнение, мысли вслух корсаков, транспортные расходы, а у нас их здесь не должно быть. Но ежели у нас икра будет по каким-то там социальным, значит, появятся скупщики. Кому интересно, спекулянты, по большому счету, кто захочет на этой дельте заработать. Чем дешевле мы выставляем икру на продажу, не мы, а рыбопереработчики, тем больше шансов и риска, что ее кто-то скупит и где-то еще раз перепродаст. Рынок регулирует, совершенно верно, рынок регулирует. И если ОАХ выставит свою икру на сегодня, например, и цена будет какая-то, на одном моменте с прилавков пропадет. Тогда для кого работать? Население опять в проживке будет, для каких-то спекулянтов, коммерсантов? Ну, смысла не вижу, это мысли вслух, но тем не менее, должна она быть предварительно. Мы с Павленко летом говорили, когда зовут Алексеем Александровичем, руководителем посещали. Он обещал, что да, он и не против, и готов организовать и мороженую продажу, и икрой тоже торговать. Ну, какая разница, куда ее там везти за 3-9 земель, либо здесь какую-то часть оставлять и то же самое ее продавать. Тем более, должны быть какие-то обязательства перед районом. Коль скоро здесь рыбу ловишь, обработка, но часть должна оставаться нашему населению. Но тем не менее, есть недоработка в этом вопросе. Но летом горбушу, вот он как раз, благодаря предприятию АХА, когда там коммерсанты по 150, по 80 горбушу первую продавали, то когда он по 40 сделал, несколько дней еще цена постояла на горбушу, и все, и к нему все подровнялись до 40 рублей. И очень много он продал рыбы, значит, охлажденные горбуши. Вот с китой не получилось, возит он ее с Рыбновска. Но тем не менее, трижды вот он выставлял, потом не продавали. Это ничтожно мало. Ежели он на следующий год будет осваивать участки, и лимит у него будет по ките, так же, как он ловил здесь горбушу, то я думаю, с китой, с горбушей на следующий год, независимо от того, сколько будет, много или мало, мы все это повторим. К икре вернемся, переговорим. Он сейчас отсутствует в районе, выехал, его нету. По его приезду, значит, пригласим, и по этому вопросу переговорим. Скажем, где икра, почему нет в продаже, и рыбу мороженое на население просит, надо дать. Единственное, я думаю, вопрос решаемый. Единственное, что цена вопроса, цена вопроса, сколько это будет стоить, это для населения первично. Хотя продукция, по всей видимости, у него качественная. Работаем в этом вопросе. Вот еще просто продолжение рыбно-лососевой темы. В этой студии мы с Сергеем Петровичем Карепкиным беседовали вице-губернатором, который курирует и рыбную отрасль, и сельское хозяйство и так далее. Задавали телезрители вопрос о возможности выделения участков для любительского рыболовства на восточном побережье. У нас сейчас в основном вот этот любительское рыболовство, покупают лицензии, сеточки ставят на западном побережье. Что касается восточного, он сказал, что в принципе вопрос такой какой-то нет, что там запрещено ловить. Но с инициативой по выделению определенных этих участков может выходить муниципалитет. Вот вы этот вопрос не рассматривали, возможно ли как-то решить, чтобы на восточном побережье выделить какие-то участки, чтобы люди там приезжали, ставились, ловили? Да, его была последняя командировка, жители обращались, это вот Тунгор, жители ездят отдыхать на Тунгор, да, в Охотском, Охотское море, со стороны Охотского моря сделать. Во-первых, это безопасность, Охотское море, резиновые лодки, начинают работать волна, отжимной ветер, если работает ветер с той стороны, восточный, то на шторм не поставишь. А если погода благоприятствует, как правило, западный ветер и на резиновых лодках уходит, Охотское море, это серьезное море, не единожды там мы потеряли людей, безопасности надо думать. Но ежели народ будет настаивать и с предложением выйдет, надо нам сделать участок под любительское рыболовство, ну, наверное, выйдем, против того не будем. Конечно, напишем, пожалуйста, пусть рассмотрят, вопросов нет, мы для этого здесь и сидим, и существуем, чтобы решать эти проблемы. Да, есть и предложение, коллективное обращение граждан, мы его по инстанциям направим, от себя обратимся, для того, чтобы наделили участок, где-то организовали. Хотя у нас в районе Второй бухты, насколько я знаю, у нас участок, Первая-Вторая бухта, у нас участок лицензионного лова есть, есть у нас в Охотском море, он уже оформленный. Люди из города выезжают, но хотелось бы, чтобы было еще на Допту. Ну, хорошо, давайте вернемся к этому вопросу, тоже его рассмотрим. Антонина Ильинична, также, ну, вот сейчас мы тут по рыбе пройдемся еще немножко. Это, наверное, очевидно, эти отзвуки фокусимы, все звучат в его вопросе. Кто проверяет рыбу на радиацию? Как и где узнать результаты? Роспотребнадзор проверяет рыбу. Вся выловная рыба, которая идет в реализацию, которая поставляется за пределы Сахалинской области, она проходит дозиметрический контроль, значит, однозначно. И уровень, насколько я интересовался, и даже сам имел опыт такой, замеряли у нас по че номер 9, гарнизон, пожарная часть, есть у них дозиметр современный, хороший, мы замеряли. Фон в пределах нормативного 0,15, если памятник не от микрозивертов, не превышает 12, 11, вот такой фон у нас есть, мы замеряли, проезжали по местам. И рыбу Роспотребнадзор всегда проверяет, Россельхознадзор обязательно смотрит за этим. И фактов превышения природного фона не зарегистрировано ни разу. Так, ну и вот еще последний вопрос от Антонины Ильиничны. Почему почту и налоговую перевели в Тымовск? У нас что, деревня, а там большой город? Совершенно верно, совершенно верно, не деревня у нас, и там тем более небольшой город. Так же, как и не будут убирать статус города Асахии, даже губернатор это озвучил, я с их предвыборных реча всегда это говорил. Ну, идет оптимизация бюджетных расходов, население Соколинской области сокращается. АХ на 95-й год на землетрясение было 50 тысяч, на сегодня уже менее 25, оптимизация идет расходов. Почту на 4 района, Александр-Стымовск, Ноглик и АХ, значит, идет оптимизация бюджетных расходов и сжимают дело. Это может быть целесообразнее, конечно, надо было сделать в АХе бесспорно, но это федеральные структуры, с нами никто в этом отношении не советуется. И это, значит, не наша прихоть, и мы в этом абсолютно не участвовали. Мы тоже уже, нас как бы по факту в курс ставят, и не более того. Ну, тут целый ряд вопросов, таких проблемных, от жильцов военного городка, второго участка. Я их сразу так вот блоком озвучу. Во-первых, там нет освещения на дороге к указанным районам, фонари есть, света нет. Утром и вечером сейчас уже еще темно, и детей в школу страшно отправлять по темно. Но спрашивают, можно ли транспорт организовать, чтобы со второго участка военного городка детей подвозить. Ну, где-то недотапливают, пишут, плохое отопление. И также они интересуются насчет детской площадки в том районе поставить, чтобы детей не ходить далеко в город гулять с ними. Что касается освещения, значит, дорогу сделали здесь, вот, значит, по улице Блюхера. В этом году ее подсыпали, улучшенное покрытие, к сожалению, денег не хватает, асфальта бетонная. На следующий год мы, значит, делаем там уличное освещение, опоры есть, фонари есть. Да нет, там линии нарушены, и фонари менять надо, и опоры надо. В надлежащее состояние привезти аукцион, уже объявили. Мы его в этом году отыграем по 94-му федеральному закону. Вот как раз этот адрес есть, мы его осветим, уличное освещение сделаем. По детской площадке должно быть коллективное обращение. Мы рассматриваем на 2014 год, мы уже посмотрели, у нас проект есть, уже поздновато они обратились. Все нельзя учесть и назначить, но будут дополнительные деньги, мы попытаемся к этому вопросу вернуться по детской площадке. И что касается отопления, еще раз повторюсь, на улице плюс 2, плюс 3 градуса температура, носитель совсем слабенький. График температурный такой. Пойдут морозы, и там можно будет судить, все параметры на сегодня соответствуют. В теплосети, нормируемым давлением, в том число перепад давления, хорошая циркуляция, хорошие параметры в норме. Но на плюс 2, на 60 градусов СТЭЦ выходит, ясно пройдет такой круг, там по большому счету не остается. Это не говорит о том, что я то, что сейчас говорю, это истинно высшая инстанция. Возможно, имеет место быть действительно там недогрев. Но сейчас пойдут морозы, и если там ничего не изменится, обращаются в РОВС. 2, 55, 46, 45, 205. Если меры не принимают, 2-3 дня абсолютно обращаются в администрацию. Мы берем приборы соответствующие и замеряем температуру в помещении, скорость воздуха и влажность воздуха. Если они санпинам не соответствуют, с НИПом нашим, санитарным нормам и правилам, значит, мы вмешаемся и ситуацию отрегулируем. Надо, значит, будет либо с тепловым узлом разбираться будет, либо что-то там, какие-то иные проблемы существуют. Но мы вмешаемся. Вот начинали отопительный период, где-то морозы пошли чуть-чуть, охладилась атмосфера. 5-7 градусов было, у нас заявочки уходят. Как теплее становится, у нас заявочки опять по теплу. Значит, люди говорят, что недостаточно греют. Но сейчас совсем не показатель температура воздуха. Она чуть-чуть у нас аномальная для настоящего времени. Но, тем не менее, к декабрю все нормализуется. В атмосфере прогрозы такие долгосрочные. Придут все-таки морозы, от них никуда не уйти, мы на севере живем. И там мы уже всю эту ситуацию отрегулируем. В этом году достаточно заменили много. Опять теплотрасс проводят до настоящего времени. Это все жители могут видеть теплоизоляцию. Хуже не становится. Лучше и лучше становится с теплоснабжением. Мы очень большие работы, очень большие деньги на это тратим. Но есть отдельные моменты. Тоже их будем в рабочем порядке решать. Это не повод для беспокойства. На них мы будем реагировать. Не будем отмахиваться, как от назойливых мух. Это наша задача. И мы их будем решать. И я буду этому удивлять пристальное внимание. Любовь Евгеньевна Шилова интересуется по переселению в Новотроицк. На какой стадии работа по переселению туда людей? Мы уже это проговорили. На какой стадии до конца декабря они должны нам будут дома сдать. Мы их оформим, подготовим. Праздники новогодние. Конец января, начало февраля. В феврале мы людей начнем туда уже переселять. Людмила Константиновна Авдеева сетует, что происходит в городской поликлинике. На прием к специалистам, участковому терапевту практически невозможно попасть. Занимает очередь затемно. Не факт, что получат талон. Ей необходимо посещать врача каждый месяц. За что вот такие страдания, мучения? Действительно. Это будет достаточно регулярный вопрос. Да, регулярный вопрос. Говорили мы с главврачом. Как нам поступить, как нам сделать, чтобы навести порядок. От муниципалитета, что требуется, приглашают врачей. По программам едут. Обеспечить жильем. Определенные преференции для врачей. Это я все веду к тому, что обеспеченность медицинскими работниками, врачами в округе составляет порядка 50%. Дефицит 50%. Нет врачей. Некому принимать, некому лечить. Один принимает, очереди огромные. Но тем не менее, это никого не оправдывает. Это надо, чтобы эти очереди были ликвидированы. Врачи должны надлежащим образом. Их тоже нельзя в чем-то обвинять, что они там грубые или не работают. Они стараются, работают. И по две ставки берут. Они тоже люди. Но тем не менее, вот очереди есть. Мы муниципалитет со стороны жилья всем врачам, всем врачам даже в ущерб некоторым моментам предоставляем. У них очень большие подъемные. И в этом году, если мне память не изменяет, 7 врачей, даже те дефицитные специальности, насколько я знаю, к нам прибыло молодые, работают. И эта работа, есть даже программа целая в Сахалинской области. Мы будем тоже в ней участвовать со стороны муниципалитета. Эту проблему надо решать. Она сегодня есть. И сегодня мы ее вот одномоментно не решим. Мы уже несколько раз говорили с Разумейко Владимиром Петровичем. Я его персонально просил. Надо разобраться, что-то делать. Действительно, эта проблема есть. Неприятный момент, но ничего пока сделать, оперативно решить, чтобы ликвидировать очередь не можем. Она нас беспокоит. И вот со своей стороны мы будем тоже принимать все меры. Следующий вопрос. Но он, понятное дело, не напрямую к вам. Но все-таки вы, если глава города, может каким-то образом... Значит, как ко мне. Значит, к вам, да. Жители Цапко-22. Когда закроют притон с игровыми автоматами в нашем доме? Звонили в полицию, прокуратуру. Результата нет. Причем по этому игровому притону мы уже и с милицией как-то у нас или год, или когда назад был разговор, говорили, что оттуда их вывезли, арестовали эти игровые автоматы. Но вот, судя по всему, там это все махровым цветом процветает. Ясно, жители Цапко-22, да, анонимно, и если они пишут, это не от того, что им нечего делать. Действительно, наверное, имеет место быть этого притона. Я постараюсь сегодня встретиться с нашим городским ахинским прокурором и с руководителем нашего отдела внутренних дел. И мы подробно переговорим, действительно ли были обращения и почему не принимают меры. Я думаю, здесь достаточно у нас власти на местах для того, чтобы этот вопрос здесь решить. Если решаться не будет, ну, есть вышестоящие инстанции, ну, я думаю, мы здесь с этим вопросом разберемся. Для меня это новость, действительно, что существует. Вот, хотя факт надо проверить. Факт надо проверить. И сегодня вот буквально с городским прокурором и с начальником ОВД я переговорю, встретимся по этому вопросу, порешаем. Если этот факт действительно подтвердится, то факт вопиющий, экстренные меры надо принимать. Там проверить, ты вот так тоже слышал, достаточно сложно будет. Пускай там только своих, просто так человек там не зайдет, ну и так далее. То есть, понятно, целая там организация, которая следит за своими интересами. Но, тем не менее, проблема есть, да, вот мы ее, Оксану Михайловичу... Хорошо. Озвучили. Мы сегодня будем решать. Уважаемые телезрители, вопросов очень много. Они касаются конкретно здесь каких-то жилищных проблем Москальво, вопросы коммунальные и так далее, вопросов по благоустройству. Я все их озвучить в рамках программы, в рамках эфира мы не можем. Они все, Александр Михайлович их заберет с собой, он со всеми ими ознакомлен. И по каждым из ваших вопросов, ну, как было сказано, будет проведена работа. Ну, что ж, на этом наша беседа завершена. Сегодня в студии побеседовали с главой муниципального образования городского округа Хинский Александром Михайловичем Шкрабылюком. Оксан Михайлович, большое спасибо, что пришли, побеседовали с нами. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok